Всем привет! Вы на канале CryptoCommons. Посмотрим, что произошло с биточком за последние сутки. Как мы вчера с вами и говорили, биткоин отбился от важного уровня предыдущего сопротивления и на данный момент удерживает ее как поддержку, в связи с чем, лично я ожидаю поход еще выше. Но это супер локальная картина. Опять же, если мы сравним его с эфиром, то эфир еще даже не спускался на ретест этого сопротивления. И не факт, что спустится, но тем не менее, если он спустится, это будет уровень плюс-минус 1280-1290. Но пока эфир показывает большую силу. И также мы видим, что на 4-часовом таймфрейме у нас сетка EMA Ribbon развернулась в бычью сторону, и мы ее удерживаем как поддержку как по эфиру, так и по биткоину, как вы можете видеть из графика. Но это все, ребята, мышиная возня. Это все я называю это блошиный рынок. Суета-сует на маленьких таймфреймах. Давайте посмотрим, что у нас на больших таймфреймах происходит. Например, на дневном, а лучше даже сразу на недельном посмотреть. На недельном происходит то, что ситуация повторяется. Ситуация повторяется из раза в раз, когда мы находимся на значениях, очень пригодных для покупки. Большинство людей не верят в дальнейший рост и начинают продавать, фиксироваться. Вот сейчас в чате я читаю, что очень многие вот здесь уже фиксируются и говорят, ну все, мы типа уже отстрелялись на младших таймфреймах, пора бы как бы и в коррекцию уйти. Но что примечательно, ребята, вот здесь вот год назад, кто-то в чате в нашем заметил, что ровно вот здесь, ровно год назад, в июле, 26 июля, тоже у нас была с вами первая недельная зеленая свечка Хайка Наши. И что делали там люди? Да точно так же паниковали и говорили, что мы очень сильно отросли и начинали шортить. Либо выпрыгивали с рынка, либо начинали ставить на понижение. В итоге на этих шортах мы и улетели. Потому что я напоминаю вам, что рынки растут не тогда, когда все заходят и сидят в ракете. Рынки растут тогда, когда люди выходят, и ракета пустая. И сидят там только инсайдеры, киты и так далее. Вот. Так что сейчас очень похожий сценарий, что у нас первая зеленая свечка, дальше все выходят, и мы начинаем рисовать еще вторую, третью, четвертую, и улетаем примерно до 30, а то и до 35 или 40 тысяч. И вот здесь ликвидируют очень много шортистов. Такой вариант возможен. Но разница между этими двумя случаями в том, что здесь мы не пробили сетку EMA Ribbon телами свеч на недельном таймфрейме. Посмотрите, она все еще была бычья, и мы просто от нее скорректировались, оттолкнулись и пошли дальше выше. А здесь сетка уже развернулась в медвежью сторону. То есть показывает нам, что мы в даунтренде, соответственно, мы можем, грубо говоря, сходить до нее, как мы уже обсудили, и потом уйти еще ниже. То как раз, чего все боятся. Но самое примечательное, ребята, что мы также можем быть в ситуации, как вот здесь, даже не на коронадампе, а как вот здесь. Мы можем быть с вами в ситуации, что сейчас мы рисуем одну-две зеленые свечки на недельке, скажем, такой ложный препамп, но дальше мы спускаемся, снова не обновляем low, спускаемся, рисуем двойное дно, и только после этого начинаем расти. Это то, как обычно мы ведем себя на дне медвежьего рынка. И как раз у нас сейчас по индикатору P-cycle bottom и по пересечению скользящих средних 20 и 100, если вы помните, у нас сейчас похоже, что как раз такое дно. Опять же, сетка здесь все еще медвежья, посмотрите. То есть нам сейчас по-хорошему надо ожидать двух сценариев. Либо мы просто сразу ползем наверх и выносим шорты, либо мы сейчас делаем еще какое-то движение и уходим на более затяжное накопление. И вот к этому тоже нужно быть готовыми, ребята. Поэтому сейчас все ставить на рост довольно-таки опрометчиво. Хотя, если вы посмотрите, опять же, если мы сейчас вот в таком сценарии, то тут, конечно же, надо было залетать и брать большие плечи. Или вот в таком сценарии, как на коронадампе. И это будет увидено в ближайшие дни. Опять же, традиционные рынки сейчас уходят на выходные. То есть биток будет колбасить. Скорее всего, может быть, он и в бок пойдет. Это мы увидим. Поэтому какой план-то? Лично у меня план посмотреть, как мы сможем реально закрепиться на 4-часовой сетке AMA Ribbon. Не пробьем ли мы ее нижнюю границу, которая сейчас находится в районе 22 тысяч. И пойдем ли дальше? Если мы пробиваем сопротивление в 24 тысячи, то я думаю, что там потенциал уже будет огромный для роста. Но это будет увидено, ребята. Пока об этом говорить рано. Я лично придерживаюсь лонгового сценария. Но не исключаю сквизов, как я уже сказал. Поэтому будьте готовы ко всему, чтобы вас тут не ликвиднуло. А вы или вышли по стопу, или добрали аккуратненько позицию. На всякий случай. Понимаете, какой расклад? Вот. И что еще я вам хотел показать? Это годовой таймфрейм. Годовой таймфрейм, ребята, очень интересный. На свечках Хайка Наши, как вы можете видеть, у нас все еще зеленая свечка. И если вы посмотрите, у нас каждый бычий цикл было 3 зеленые свечки. Но вот здесь вот их было как бы 4. Но на самом деле надо смотреть BLX. У него большая история. Здесь было даже 5 зеленых свечек. И после этого была одна красная. Вот. Потом было 3 зеленых свечек, одна красная. И сейчас у нас, в принципе, возможно, что и всего 2 зеленые свечки, и будет красная, и мы действительно уйдем обновлять ЛАИ. А возможно, что эта свечка все еще останется бычей, и мы пойдем переписывать ХАИ, и улетим куда-нибудь на 100, на 200 тысяч. И, ребята, все это будет зависеть, конечно же, от ряда факторов. От того, как угодно маркетмейкеру, как угодно инсайдерам. Там, кстати, шумиха сейчас вокруг того, что бывший топ-менеджер Coinbase замешан был в инсайдерской торговле. Вот. Опять же, Илон Маск, который отчитался по Тесле, что они продали битков почти на миллиард. Но, кстати говоря, они-то продали их не вот здесь, как вы понимаете. Они их продали еще по 28 тысяч примерно в апреле. Или даже по 30. И сейчас, возможно, что они как раз откупают. Как говорится, покупай на слухах, продавай на новостях. И наоборот, продавай на слухах, покупай на новостях. Поэтому очень интересная сейчас развязка. Опять же, все будет зависеть еще от ставки ФРС. Многие ждут, что они повысят ее на 100 базисных пунктов. И тогда ушатают все рынки еще ниже. Но другие ждут, что они включат снова печатный станок и запустят количественное смягчение, чтобы спасти немножко рынки. Понимаете? Так что, еще раз говорю, у меня два сценария. Это основной вот такой с дальнейшим каким-то, может быть, консолидацией и пробитием дальше наверх. И запасной это вот такой с, опять же, дальнейшим пробитием наверх. Поэтому я в лонгах. Объемы хорошие. Точки зеленые. Хэш-риббенс вот-вот у нас покажет сигнал на покупку, поскольку капитуляция длится уже достаточно долго. По Candle Wave дневка у нас с вами сигнал на покупку достаточно подтвержденный в этот раз, поскольку мы пробили сопротивление, о чем мы с вами говорили ранее. То есть этот сигнал на покупку подкреплен продолжением тренда. Так что смотрите сами. Да, и кстати, кто не знает, у нас есть второй канал CryptoCommons 2.0, где мы делаем переводы крутейших зарубежных видосов. И вот буквально вчера у нас вышло видео расследования от ChicaCrypto на тему, кто такой Сатоши Накамото и может ли это быть Сергей Назаров, основатель Chainlink. Посмотрите обязательно, оно сейчас появится у вас сверху в правом углу экрана. Я торгую на биржах Femex, Bybit, как всегда, все ссылки на бирже в описании. На Femex у меня лонг по биткэшу открыт, жду его куда-нибудь сильно выше на несколько иксов в рамках коррекционного движения вот к этому падению. С 1600 на 100 мы упали, я думаю, что 400-600 вполне себе хорошая зона для локальных тейк-профитов, если вы торгуете в маржиналке. На Bybit я уже большую часть прибыли забрал, как говорил в Telegram канале, так что в принципе пофигу, рискую только части профита. Но тоже стою в лонг на пробой по эфиру, BitDAO, Litecoin и конечно же Dash, ребята. По Dash я вижу офигеннейший потенциал, потому что его, конечно, ушатали, ребята, но сильнее некуда просто. Я не знаю, все те, кто покупал его по 100, по 200 или по 300, почему они сейчас не покупают по 50, это для меня просто загадка. Напишите в комментарии, покупаете ли вы Dash или нет, как у вас вообще дела, как торговля. Спасибо, что посмотрели этот выпуск, всем хорошего настроения, профита на рынке. Стрима сегодня не будет, поскольку есть некоторые технические сложности. Надеюсь, что на выходных проведем прямой эфириум. Поэтому, ребятушки, пампим лайки и увидимся в следующих апдейтах. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok